Всем привет! Сегодня у нас в гостях модератор Максим. Мы его пригласили, чтобы поговорить о такой интересной теме, как поход в горы. Собственно, начнем мы, наверное, с каких-то стандартных вопросов, таких, как, например, сколько ты на форуме бываешь вообще? Ну, в последнее время я на форуме достаточно много времени провожу. Наверное, даже часа 4 в день. Как бы от работы тебя это не отвлекает, да? Да. Все так гармонично, все красиво, все хорошо. Наверное, у меня самая лучшая в мире работа, как говорят телеведущие. Ну, проблем у нас с модераторством нету там. Есть модераторы, у которых какие-то проблемы постоянно, там, угрозы, может быть, что-нибудь такое еще бывает? Да нет, в принципе, нет. Я весьма лояльный модератор, и пользователи, как правило, платят не тем же самым. И ценят. Да, тем же самым платят. Ну, тогда давай перейдем к самой интересной теме, собственно. Как так получилось, что ты собрался поехать в горы? Что тебя подтолкнуло к этому? Какие изменения произошли в твоей жизни, что вот ты так взял и решился? То есть не каждый же сможет там решиться, взять и поехать куда-то так-то. Ну, вообще началось все по-другому. Я занялся спортом, именно спортом, не физкультурой, а спортом. Расплыв, что-то, скажем так, это пусть это будет легкая атлетика. На самом деле немножко все посложнее. А горы, 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 они, в принципе, я поехал, можно сказать, спонтанно, прямо. Большинство людей, которые занимаются вот легкой атлетикой серьезной, они себе устраивают такой в некотором роде экзамен. Сможешь ли ты чего-то добиться, сможет ли у тебя что-то получиться. Вот, и я совершенно случайно, сначала я хотел просто на Эльбрус сходить, посмотреть, что к чему. Потом вспомнил просмотры клуба кинопутешественников, когда еще был в садике Юрия Сенкевича и поход на Эверест. Ну, Эверест это такая серьезная вершина по многим причинам, там и по деньгам, и по здоровью, и по подготовке. А что-то поменьше я вполне мог себе позволить, как и по деньгам, так и узнать, насколько у меня сохранилось здоровье за последние 35 лет бездействия. У тебя, в принципе, это мечта была так вот съездить? Или вот вообще я просто даже не думал об этом? Нет, я об этом не думал. Более того, я с завистью смотрел, например, на пилотов-гонщиков, на парашютистов, на альпинистов на тех же, да. Я думал, что все уже, все, жизнь прошла. Могут они, я не могу. Я думал, что у меня уже здоровья нету. А вот получилось так, что что-то еще у меня осталось. А ты с кем вообще ездил? Совсем один. Совсем один? Ну, это из Ижевска. У вас же была группа, да? Ну, группа, да, она собралась. Собралась в Москве, там часть в Индии присоединилась. Но все мы в Капанду встретились уже, у нас 11 человек. Как проходила вообще твоя подготовка вот именно уже к самому этому подходу? То есть из чего она, в принципе, стояла? То есть я понимаю, это же особая какая-то экипировка, да? То есть это особая, может быть, какая-то физическая подготовка, еще что-то? Ну, я повторюсь еще раз, это на самом деле была подготовка к другому. Это экзамен, в некотором уровне я сдал. А так, ну, я занялся, серьезно занялся бегом, скажем так. Рекорд у меня 150 километров в неделю. Смарное, надеюсь. Да, 150 километров в неделю, это пик графики тренировок. Ну, плюс там еще есть кое-какие упражнения. А экипировку-то покупал в Севжевске? Да, через интернет образовался, что нужно, что не нужно. Купил самые ценные вещи, от которых жизнь действительно зависит здесь, а все остальное там-сям. Это вообще много так по вещам это было? Нет. Нет? Альпинисты народ очень непритязательный. У них все по минимуму. Ну, я так понимаю, на форуме у тебя есть тема с фотоотчетом с твоим. Да. Очень интересно, насколько я помню, нам всем очень понравилось. Я читала тоже, не отрываясь. Я очень рад. И самый популярный вопрос был, я так думаю, это по стоимости. Сколько стоит такое путешествие? Ну, стоит от 50 и до 100 тысяч примерно. Это если просто прийти в турагентство, сказать, вот я хочу, за 100 тысяч тебя возьмут и занесут наверх. Вот, профессионалы, ну, да, именно профессионалы, они, которые больны горами, они вот точно такой же маршрут ходят примерно за 1200 долларов. Ну, совсем немного. Да, это совсем немного. Ну, плюс билеты до Катманду, это еще 20 тысяч рублей примерно. Это все доступно. То есть, ну, ладно, давай тогда так. То есть, ты прилетел туда, да, вы поднимались на какую высоту получается? 6,645. 6,645, да? Это мера пик, ну, называется. Мера пик. Вот, вы туда прилетели, у вас были носильщики или как-нибудь там? Ну, да, носильщики. То есть, в принципе, они ваши вещи несли? Да. Да? То есть, ты прилетели, а там откуда начали свое восхождение? Ну, сначала у нас был день в Катманду, мы посмотрели на каварит на местный. Как? Каварит. Это мне очень понравился, я влюбился в этот город, и он на самом-то деле, как бы, мой, мне больше, чем даже горы понравился. Хотя большинству европейцев это будет шоком, этот город. Вот, а так мы один день погуляли, утром посмотрели на погоду, аэропорт открыт, и улетели в высокогорную базу, ну, поселок Лукла, оттуда все, все семьи-восьми тысячники стартуют с этого поселка. А там какая высота? Лукла две тысячи восемьсот четыре метра. То есть, вы, получается, поднялись где-то примерно на четыре тысячи, да? Нет. Оттуда? Катманду и ЖЭС-245, по-моему, метров. Катманду тысяча метров, а с Катманду мы поднялись на две восемьсот. Угу. Понятно. И оттуда мы поднялись, ну, получается, почти на четыре раза. Тяжело было? Мне нет. Вот мне там на форуме упрекали, что я слишком много говорю я, но я опубликовал свой дневник, тут уж ничего не поделаешь, дневник мой. Ну, я вообще никаких претензий, конечно, там не поняла, но неадекватные, видимо, люди все равно существуют у нас. Нет. Мне на самом деле не было тяжело. Один день было, когда я, прямо скажем, погнал, это было, наверное, с пяти тысяч двести, я пошел на шесть. У нас товарищ один пропустил поворот, я в дневнике это не описал, но это как бы его дела. Он пропустил поворот и ушел в восемьсотный лагерь у нас в команде товарищ, 67 лет, дедушка, из железа, он один из трех поднялся. Вот. И он пропустил поворот в базовом лагере, ушел наверх, и я побежал за ним догонять его. Вот. У меня единственное, что накрыло. Это что значит накрыло? В моем случае это за меня затошнило, хорошенько. Но я единственный, единственный из группы, который не потратил полгода подготовки зря. То есть ты сдал экзамен с достоинством? Да, я сдал экзамен. То есть у вас в группе было сколько человек? Одиннадцать человек нас было. И дошли до вершины троек? Дошли троек. То есть все отсеивались там на каком-то периоде? Да, только у девушек это нарушение влагообмена было, серьезное. Пьешь, а вода не усваивается. Это как-то, ну, как это отражается? Это, там их называют, всадники апухолепсиса. Опухшие девушки по утра выходили. Кто-то в 12 часам приходил в норму, кто-то нет. А с этим никак нельзя бороться? Это горная болезнь. Никто не знает, даже Господь Бог. Как это все может отрезиться, да? Кому дано, кому нет. Ну, они, по-моему, даже, ну, высоко достаточно, да, поднялись с вами? Да, у нас первая девушка ушла с базового лагеря, причем после ночевки. Это было 5, по-моему, 5 900. Две девушки поднялись в высотный лагерь. Это было около 6, но они не пошли на решение. Не пошли, да? Не пошли. Ну, тогда вопрос такое, то есть там у тебя очень много фотографий пейзажа. Очень красиво, я на самом деле на себе накопировала, там, ставить на обои. Но это же все равно, наверное, только такая маленькая частичка той красоты, которую ты увидел. Ну, да. Что там тебе больше всего запомнилось? Где? Вот уже вот, ну, вот при походе, когда вы уже поднимались. Ну, там самое главное, там очень удобно фотографировать, там не завалишь горизонт. Что запомнилось? Самое главное, то, что горы невозможно ни сфотографировать, ни снять на видео. Их можно только увидеть. То, что вы видите на фотографиях, какие бы они художественные, хорошие не были, а мои фотографии далеки от этого, это примерно процентов 5 или 10 того, что на самом деле там есть. То есть это настолько исполинские сооружения, и они тебя не давят. Ты с ними находишься в гармонии. Ни много, ни мало. Ну, да, это, наверное, вообще. Нам не понять, кто не ходил в горы, да, я так понимаю? Да, этого не понять, я просто не ожидал. Я сам не ожидал. Я думаю, там какая-то вот особая атмосфера, да, есть? Да, там отличается все. Там, как говорил, вот обычно в море ты чувствуешь себя маленьким, слабеньким. А в горах нет, в горах наравне. Ты часть гор. Ну, это странно, мне кажется, да, так получается? То есть к этому надо привыкнуть, что? Ну, нет, да. Может от людей зависеть. Может от людей зависеть. Кто-то любит быть один. Я очень люблю быть один. Мне с собой не скучно. Там еще ты рассказывал, фотографии у тебя были про леса красные. Или не леса ли это были? Рододендроны, да. Мы-то рододендроны знаем, что это цветочек в горшочке, а там есть и пятисантиметровый, и тридцатиметровый. И это в один день можешь увидеть. На перевале из камней пробиваются маленькие-маленькие кори. Ой, масала их называют. Их собирают как специи. Это запах непалом, мы назвали. А внизу растут огромные деревья, которые используются, как дрова, например. Они тоже цветочные? Да, они все цветочные. Убалдей. А там еще, я насколько знаю, у вас были перепады температуры очень высокие. Как вы с ними справлялись вообще? Или от этого просто не избежать? Смириться надо. Ну, они на самом деле не такие большие. Большой перепад только вот между базовым лагерем и вершиной. А там ниже, ну, сколько может быть. Утром просыпаешься, градусов 5 тепла. Днем может быть и 20-30 градусов. В лесу на первом перевале у нас было такое, что мухи засыпали. Солнце выходит, мухи просыпаются, начинают летать. Солнце за тучку заходит, сразу температура падает градусов на 20, и муха прямо на лету посыпает, и бум, может в лицо попасть. Это обалденно. Это просто, да. Или, допустим, находят что-нибудь посветлее, потеплее. Снимаешь рюкзак попить, а у тебя на рюкзаке там мух 20 штук сидят, греются. Тоже. И что вот, пока не забыл, Непалы и горы, они почему-то там и люди, и животные, и насекомые, они все стремятся жить в гармонии с окружающими. То есть, Непалец, он не склонен съесть животное, например. Вообще, ему даже в голову это не придет. Там животные дикие ходят, как домашние. И это же самое можно сказать о комарах, о мухах. Они не лезут к людям, почему? Это все так, это во всем. Как живут комары? Вот это другой вопрос. Да, это вопрос совсем другой. Не знаю. Но там никто тебе не докучает. И ты, наверное, рассчитывают, что и ты тоже никому докучать не будешь. А туристов вообще много? Да, туристов много. А язык там какой? На ком? В основном там разговаривают на английском. Но с очень сильным акцентом. И надо какое-то время, чтобы адаптироваться. Ну вот у вас же были гиды, да, насколько я понимаю? Да. Вы общались на русском с ними? У нас гид был русскоязычный и англоязычный. То есть коренной непалец, который говорит на английском. И наш соотечественный. То есть в принципе проблем у вас с языком не было, да? Нет, проблем нет. Нам сейчас взялись за туризм очень плотно в Непале. Каждый гид имеет обязательно государственную лицензию, обязательно задает экзамен на язык. И еще некоторые гиды самые продвинутые, они должны задать экзамен на поверхностное знание истории туристов, которые к ним приезжают. То есть, допустим, если бы мы приехали не из России, у нас тут с обычаями не так все круто, как в некоторых странах. Он должен знать, чтобы нас не обидеть. Например, вот японские гиды, они должны знать, как вести себя с японцами, чтобы японцы себя чувствовали комфортно. Этика там и всякие традиции, да? Да, да. То есть минимум они должны знать. Ну про русских там. У нас русские необидчивые, да, люди? У русских не обидчивые, да. Но русских стараются держать подальше, в принципе. Мы люди с широкой душой, мы балуем местное население, а их, говорят, нельзя баловать. Угу. Нет. А тогда вот еще такой вопрос. Вы поднимались, когда, я вот посмотрела, там на каждой высоте практически есть населенные пункты, да? То есть это люди, которые там живут круглый год. Ну, не круглый год. Не круглый. Они живут только зиму и туристическое время сезона. На сезон дождей все уходят в города. То есть либо в Катманду, либо в Луку. Ну, что в сезон дождей там нечего делать. Ну, там какие-то кафе, да, у них, я так понимаю, от кофе? А кафе, в принципе, везде. Если есть дом, то там есть магазин, если есть магазин, то тебя там напармет. Угу. Там, в принципе, есть все, что душе угодно. Нет, нет. Там ужасная кухня вообще на самом-то деле. А, кстати, про кухню. Давай поговорим про кухню. Что вы там ели? Там ужасная кухня. Там основное блюдо – это рис и макароны. Есть еще так называемый чикен суп. Это кисель, сваренный из пакетиков из китайских. Вот. Есть нулдсуп. Это по-нашему БПшка, вот обычно, это Александра и Софья за рубль 20 есть, или за сколько там. Вот. То есть ты такую штуку покупаешь, тебе кипяточком заваривают и приносят тарелки. Вот. 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 Потом макароны, спагетти. Ну, все, что быстро приготовится и все, что долго хранится. Но ты у вас есть какой-нибудь особый вкус, да? Нету вкуса никакого. Вообще вкусно? Все обычное то же самое, как у нас. Никакой вообще разницы нет. Вот. Из национальных блюд вот есть так называемые момошки или момо, но официально они называются. Они и выглядят как наши пельмени, и устроены, и по составу наших пельменей, за исключением того, что непальцы не едят мясо. И только для туристов нужно по заказу заказать мясные момо. Вот. А в основном они с овощами. Хотя овощи у них только один – это лук. То есть, когда ты заказываешь момо с овощами, тебе приносят момо с луком. Ну и есть, говорю, для мужчин. Блюдо для мужчин – это долбат. Это отварной рис, без соли, без сахара, без специй. Тебе приносят кучу риса, там полкило. И кастрюльку с соусом. Черпаешь сухой рис, обмакиваешь его в соус и съедаешь. Когда рис кончается, а соуса нет, тебе приносят еще столько же риса. И ты будешь есть рис до тех пор, пока соус не кончится совсем. Вот. Потом мы уже под конец стали поумнее, соус выпивать стали в самом начале. А почему мужское-то это? Ну, не знаю. Они пальцы на многое не отвечают. Когда у нас девушки заказывают, заказывали долбат, они хихихихихихи так... И не сказали почему? И не принесли? Нет, принесли. Принесли? Принесли. Вот. Или, допустим, когда долбат закажешь с утра, тоже смеются прям вообще. А гиды тоже не знают? Гиды? Ну, а гиды... У нас гид был такой, он... Он хоть из Нижнего Новгорода и живет там. И зимой там чистит крыши. Но все остальное время он проводит в Непале. Он даже, когда кивает, и пальцы говорят «да», он когда говорит «да», он также делает. То есть он уже Непалец. Наш русскоязычный гид. Поэтому он даже секреты не выдавал. Да, он включал дурачка и говорил «не знаю». Понятно. А то есть как бы проблем у вас с едой вообще не было? Нет, с едой не было. Ну, я научился, в принципе. Привык? Да. Вообще тяжеловато поначалу было. Потом, когда вернулся к тренировкам, я понял, что урон организму нанесен серьезный. Вот. Ну, ничего, справимся. Справимся, да. А вообще что? Были какие-то там интересные случаи, допустим? Может быть, какие-то проблемы у вас возникали? То есть, в таком формате? Интересный случай. Интересный случай. Керосину я выпил вот только. Но это название моей темы. Это было совершенно случайно. Кстати, вот очень интересно, уже часов через 8 после этого случая, как у меня закончилось, я утром проснулся, я уже не помню, что со мной это случилось, что было что-то плохое. И, наверное, так совсем негативно, что там случалось, получилось точно так же, я просто не помню этого. В принципе, у нас даже в группе никто ни с кем не поссорился. Горная болезнь проявляется, одно из основных проявлений это раздражительность и откуда-то появляющаяся недоброжелательность. То есть, внутри группы моментально люди выясняют, кто есть кто, то ли у нас группа такая была. Хорошая. Хорошая, да, слаженная. Хотя вы все только познакомились, я понимаю. Да, конечно. У нас была компания из трех человек, они давно уже знали друг друга, а все остальные. Один у нас был из Кёльна, парень, он 20 лет назад из Перми уехал, живет в Германии, работает программистом. Ну, правда, не таким, не веб, но программистом. Он нас баловал историями отличными, веселил. А так, ничего плохого я не помню. Вот у нас был Миша, которому было 67 лет, он постоянно сворачивал не туда. Вот. И он не мог почему-то себе позволить быть вторым. Всегда должен был быть первым. Он должен был быть первым, он что-то доказывал по себе, ну, я не знал. Но он тоже дошел до вершины. Он дошел до вершины, да. Вот так, в принципе, без серьезных потерь мы пошли. А, кстати, где-то я нигде не описал, не рассказал. Вот этот Миша, когда мы спускались, там есть два типа флажков. Зеленый флажок, флажок хаки цвета, это тропинка, а красный флажок, это как нормальный человек вроде должен понимать, красный флажок, красный цвет опасности. Миша у меня спрашивает, где тропинка? Я говорю, вот натоптанная, вон флажки. И Мишу понесло почему-то на красный флажок. И он у нас провалился в трещину. Это вообще так, на самом деле, мне очень смешно. Трещина, как потом мы узнали, была 400 метров глубиной. Ого. Вот. И Миша держался 15 минут, пока мы к нему бежали. А как вы узнали, что он туда провел? Вы слышали? Ну, я издалека, ну, он где-то был метров в 300. Я увидел, что кто-то что-то машет рукой. Мы сначала очень много понятнее могли, что такое. Вот. А он повис одной рукой, одной ногой держался, а вторая половина у него висела туда под снег. Вот. Был такой случай. Вот так, в принципе, все. Кстати, вот про флажки. Я посмотрела, у тебя на фотографиях очень много, там, прямо такие гирлянды из этих флажков. Это же явно что-то обозначает, да? Это мантры. Мантры? Да. Но мы сейчас повторяем в содержании моего дневника. Ну, да ладно. Непальцы, народ очень неспешный, очень экономичный. Один из лучших, которых я видел. Они не любят тратить силы ни на что. Они не ходят там, допустим, в церковь, чтобы там молиться. Они покупают гирлянду из флажков. На каждом флажке написана мантра. Вешают ее на ветер. Ветер полощет флажки. Мантры читаются. А, то есть даже не ими читаются, а просто они сами по себе читаются. Да, да. Это длинство. Вот. Но эти мантры вешают не только в религиозных каких-то местах важных, но в местах опасности. Там постоянно везде камнепады, весной лавины. И в местах схода лавин и камнепадов всегда натягивают мантры. И, как показывает опыт, дома после этого перестают страдать и люди тоже. А ты сам был свидетелем камнепада? Да. Это первый день мы сначала обалдели. Страшно? Нет, просто мы не ожидали, что. Мы подумали трекинг, что идем пешком. Вы же не альпинисты, мы просто туристы. И когда увидели сырую лавину, она где-то длиной была, наверное, километров пять. Потом нам профессионал, который у нас был в группе, рассказал, что в сырой лавине тебе дается только одно движение. И твоя задача, чтобы это был вдох. Потому что, если ты, допустим, двинешь рукой, ты потом уже вдохнуть не сможешь. Лавина тебя придавливает. Ты должен вдохнуть, чтобы у тебя место было для легких, чтобы ты дышал, ждал помощи. То есть, если ты двинешь рукой, она у тебя одно движение делает. И она тебя сковывает, и все. И вот мы увидели сырую лавину. Мы, конечно, не испугались, но было не очень весело. Не очень весело, тем более, что тропинка на перевал на первый шла как раз метров в десяти от этого места, где эта лавина сходит. А камнепады, их слышно, но их не страшное явление, потому что дома построены заведомо в безопасных местах, а ночью камнепады успокаивают. Очень. Они громкие? Громкие они, они еще как будто бы кто-то поет. Долго-долго, сначала тихонько начинается, потом громче-громче-громче, потом основной сход и заканчивается тихонечко. Ну, на песню похожа. Ну, не страшно. Не страшно. Да, и он, допустим, может быть километров в десяти от тебя, а ты его слышать. Ну, у вас так далеко было? Да. А вы вообще, получается, сколько по времени шли? Ну, по какому-то режиму, то есть вы, например, пять часов идете, там отдыхаете, вот у вас какой в этом плане режим был? Ну, там маршрут спланирован, по-моему, по 17 дней полностью весь трек. Рассчитывается по самому слабому участнику, видимо, на основании прошедшей экспедиции. Обычно закладывается от пяти до девяти часов в день. Ты на тропе находишься. Так уж получилось, что в моем случае я проходил, у меня рекорд, ну, вернее, не рекорд, самая длинная, а четыре часа шоу вместо девяти, а четыре шоу. А все остальное время просто там отдыхали, да? Да, там, ну, это акклиматизация. Отдыхом-то как-то в полном смысле слова не назовешь, но это акклиматизация. А вот вы там жили, вот как раз там, в поселении, да, у вас были? Вы жили в каменных домах там или в палатках, то есть в парадном? В палатках мы две ночи были, в лесотном лагере и базовом. А все остальное время, да, в лоджиях, так называемых. В принципе, можно было и в палатках, да, то есть если бы их не было? Если бы лоджии были заняты, мы бы жили в палатках. А там вот местное население, вот я слышала там у тебя игра, какие-то игры они играли, да, там странные, что-то подобное там аэрохоккею. Да, аэрохоккей, снукер, то есть игра на самом-то деле очень сложная. Там играют до четырех человек, по крайней мере четыре цвета фишек я заметил. Вот. Играют они самозабвенно. Вот как мы приходим, часов, может, четырех дня и до часа ночи они играют. Обалдеть. А вы играли? Нет. Не попробовали даже? Нет, мы держались немножечко в стороне, все-таки шерпы это, может быть, только я, шерпы это на самом деле очень высокое сословие в Непале. А они вообще кто, получается? Шерпы это национальность, фамилия. То есть высоко, высоко, ну... Кто живет в горах? Нет, как сказать? Ну, это народность. Раньше была народность, сейчас ее вписывают в паспорт как фамилию. То есть там в Непале, рядом с Индией, там есть и касты, и сословия. Они сейчас не так ярко выражены и сглажены, но, тем не менее, они есть. То есть крестьяне это отдельная история, шерпы это другая история, тибетцы это третья история, индийцы тоже. Вот, поэтому я от шерпов старался держаться, ну, не то чтобы подальше, но всячески демонстрируемое свое уважение. Почему-то мне так казалось неправильным. Как у них там вообще они... В чем у них развлечение? Вот они же там постоянно живут, то есть они там как-то... Что они делают вообще там? У них там может какие-то участки есть, где они работают? Вот где работают, это крестьяне там работают. Шерпы, шерпы это загадка. Они не едят, не спят. Ну, они спят где-то с часу до пол шестого. С часу ночи до пол шестого. Пьют чай, ел, не едят, чтобы я видел, ну, может, раз в день они едят максимум. Народ очень доброжелательный, хотя и со странностями. Они не понимают шуток совсем. Мы пытались им рассказать, как я выпил керосина. Они такие... Да, молодец. Потом еще гид потратил минут 15 уже со смехом. Объяснил, в чем дело. И только вот тогда они поняли, что это была шутка и что так случайно получилось. А так много раз, очень много было случаев, что они не понимают... Юмора. Да, не понимают юмора или не понимают каких-то элементарных вещей, которые ты говоришь с юмором. Вот. Мне народ очень понравился, очень корректный, очень сдержанный. А я вот еще видела, вот ты там писал про каких-то медведей, которых ты так и не встретил. Мне очень название понравилось. Вообще-то это шутка такая непальская. Непали-бер, непальский кровавый медведь. Он выскакивает из кустов, тебя кусает, а потом ты расчесываешь место укуса до крови. А сегодня существует. Да. А если существует, то он какой-то вот такой маленький. Медведь. Ну, это шутка, это шутка. Что там вообще из традиций тебе понравилось? Вот в Непале, вообще, с которыми-то вы встречались, там, национальными какими-то их, какими-то странностями тоже еще. Что-то я, наверное, так не скажу. Принцессу или кого-то там вот видел. А, живая богиня. Богиня, да. Ну, это интересная. Священная, да? Я не совсем понял, кто ее выбирает, эту девочку. Ну, ее примерно раз в 14-16 лет выбирают. Угу. Вот. И полного назначения всего этого действия я тоже не совсем уяснил. Но у меня было очень мало времени. Мы утром проснулись полоснова, а у меня самолет уже был в час дня. Угу. Так уж получилось, что я еще и модератор эзотерики. Угу. Этой части мы касаться, к сожалению, или к счастью, в интервью не будем. Угу. Как бы это... Это тема для другого подкаста, я понял. Нет, нет, нет. Это тема исключительно для моих мыслей. Угу. Я так подумал, что это в некотором роде вот у нас в храмах наших есть икона, которая через некоторое время становится намоленной. Вот, наверное, здесь можно параллели провести с этой живой богиней. Ну, на самом деле, это не просто так. Не просто. Я сначала подумал, что это в некотором роде какое-то театрализованное представление или что, или для туристов, или для людей. Но вот когда она вышла, это не просто так, все-таки, все-таки что-то там есть. Угу. Ну, я видела, что даже ее не фотографировала, потому что там нельзя... Да, ее нельзя фотографировать. Угу. Раз уж мы затронули такую тему, как религиозную, то есть там вообще славятся такими местами, очень священными. Может быть, ты расскажешь про храмы, которые вы там встречали. Как они вообще обустроены, то есть на самом деле есть ли там такое... То есть мне вот недавно человек рассказывал, что вот он ездил в Индию, да, и не там, он доходишь в храм, и там он говорит, настолько атмосфера, что она, ну вот, она прямо настолько священная, ты это понимаешь, она аж дребезжит у тебя в голове. Ну, ну да, есть. Ну, тоже точно такое же различие, как и все остальное непальское. То, что, заходя в храм, ты первым, что ощущаешь, это покой. Угу. Ну, это, видимо, буддизм, тоже намоленные места. Но ты ощущаешь покой, тебе не хочется ничего. Не менять, не достигать. То есть даже больше не само внушение, а действительно так. Да, это так и есть. У тебя мысли в голове останавливаются. Угу. Вот. Может быть, это и есть их рецепт счастья. Угу. Страна, на самом деле, очень многонациональная, там 3-4 основных национальности. И они все живут в совершеннейшем мире. Угу. Нет никаких. Полиции очень много. Часть, части полиции даже выдают оружие. Это бамбуковые палки тоненькие, вот как у нас раньше удочки были. Вот. Где-то такой длинные палки. Вот. Угу. Угу. Полиция, в основном, занята тем, что следит за дорожным движением. Угу. Вот. А дорожные движения, вот у меня, к сожалению, сегодня, может быть, видео не в них зальется. Там есть несколько видеороликов. Пробка там у тебя есть фотография. Нет, это пробка в Лукле. А, это Лукле. Да, движение в Катманду. Там дорог нету, только в городе есть. Вот в Катманду и вокруг Катманду немножко есть дорог. То, что ездят все по встречке, это ладно. Левостороннее движение. Но абсолютно каждый водитель сигналит хотя бы раз в 30 секунд. Он просто показывает то, что он едет. Он не расстраивается. Он ни на кого не злится. Попадает он, когда не может проехать. Он совершенно спокоен, как удав, но он всегда сигналит. Угу. Вот. Народ экономичен настолько, он останавливается там в пробке или кого-то пропустить, он глушит машину. Угу. Потом ее заводит. Страна небогатая, видимо, поэтому только. Угу. Не заметила совсем заправок там ни одной. На все ездят. Домашние припасы, видимо. Да, домашние припасы. Угу. А так, в принципе, вечером пестроту можешь заметить. То есть там с предложениями, со всякого рода предложениями пристают вечером. То есть и в том числе и с незаконными. Угу. В принципе. В Греции есть все. Угу. Тебе все очень понравилось. Я так понимаю, ты еще собираешься? Я не знаю. Пока очень сложно сказать. Марафон? Есть такие планы. Я вот знакомый, кто бегом занимается, они постепенно начинают ездить на марафоны. Особенно там, ну, не обязательно американские, а вот парижский марафон знаменитый. Марафонов 140. Ну, их много, да. Их очень много. 140 в этом году будет марафонов. Это достаточно, довольно популярное занятие, насколько я знаю. А что это такое? Марафон. 40 километров. А, просто бегать. 42,195. Угу. Балдеть. Надо их пробежать. Да, их пробежать. Без остановок. Ну, да. Не, ну, можно с остановками, там, в 6 часов, по-моему, контрольное время. Ну, бегут их по городу, в основном. Да. При этом это все организовано, там, дают медали, места. Да. Пока, пока ничего о планах неизвестно. Вернее, известно, но я не скажу пока. У тебя там просто фотографии. Если планы будут, то вы узнаете. Но в горе намного интереснее, я думаю, чем... Я бы не сказал, что я заболел горами. То есть, для тебя это было именно вот само утверждение такое, да? Ну, да. Ну, альпинистов называют эгоистами. В принципе, в принципе, есть что-то в этом. Я бы не сказал, что я заболел горами. Но если у меня получится с финансовой точки зрения, то я наверняка полезу. Не раздумывая, а не секунду. Вот. А альпинистам я бы себя не назвал. Ну, я так понимаю, это все равно, если самоутверждением даже и назвать это, то это с хорошей точки зрения. То есть, ты просто... Не то, что ты хотел кому-то что-то доказать, да? Ты просто хотел проверить себя. Ты как бы вот хотел... Ну, может быть. Ну, наверное, лучше все-таки это назвать эгоизмом. Как вот говорят, завидую белой завистью. Вот это, наверное, тоже эгоизм, но он только белый. У меня один знакомый, Андрей Сибранк, это руководитель отдела маркетинга Яндекса. Он почти каждые выходные летает в Испанию, в Север-Энеладо. И там с палками ходит. Поеем с женой, они путешествуют по горам. Вот он не может от этого дела оторваться уже, я не знаю, лет несколько. Уж очень это дело его тянет. Ну, естественно, из Москвы это дешевле получается, чем из Ижевска. То есть, они буквально даже на выходные. То есть, майские праздники все. Ну, вполне. Вполне. То есть, они снимают уже где-то после того. Если еще билеты заблаговременно покупать, например, там раз в три месяца себе билеты заранее заказать. Люди на такой трекинг подсаживаются. Но это, я так понимаю, все-таки вы шли по тропам уже. То есть, это не скалолазание? Это не скалолазание. То есть, тропа? Это исключительно. Ну, здоровья там нужно много. Да, конечно. Я туда за этими ехал. Но это именно не экстрим скалолаз? Нет, скалолазы. Скалолазы это отдельная каста. Там другая подготовка, да? Или кто идет именно обязательно по нехоженной кропе. Лежит не будет. Это очень серьезно. Ну, там этим надо заболеть. Я не заболел. Хотя нет таких желаний. Да. Я вот Котмандуу хочу. Честно признаюсь. Замечательно. Остается только тебе пожелать, чтобы твои желания сбывались. И мы еще увидели еще несколько фотоотчетов. Как можно больше. Тут даже не в фотоотчетах дело. А дело скорее в впечатлениях. И в том, что, я так понимаю, вернувшись сюда, ты уже по-другому смотришь на мир. Да, на мир я по-другому смотрю. Наверное, даже этот спорт изменил. У меня совсем все по-другому стало. Изменилось кардинально все. И в работе все изменилось. Ну, просто крыло ценностей говорить тут не совсем уместно. Но меняется абсолютно все. Причем, меняю не я, а меняется само. Твое восприятие, соответственно. После того, как я изменил свой образ жизни, образ жизни изменил всю мою жизнь. Отлично. Это неизбежно. Такая вот, какие вот дела. Ну, тогда я думаю, в принципе, можно заканчивать. Нет, ну просто замечательно, да. Очень интересно. Я думаю, что мы с тобой еще не один подкаст запишем. Хорошо. Я думаю, что тебе будет интересно рассказать что-нибудь еще. Тем более, что живой рассказ – это всегда более увлекательная вещь, чем даже фотографии. Просто возможность больше передать чувствами, как-то вот эмоциями. Да, то есть больше акцентов можно расставить. Спасибо огромное. Да, спасибо тебе. Вам спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!